Поэтесса, и я посчитал, важно прочитать это письмо. Это письмо о том, что ученые доказали силу молитвы перед едой. Мы подтвердили, что идущие с древности обычаи молиться за пищу и питьё перед трапезой имеет глубокий смысл, рассказывает физик Ангелина Малаховская. За ним скрыта практическая польза, еда очищается буквально за мгновение. Это великое чудо, которое происходит буквально каждый день. Свои исследования силы молитвы Ангелина Малаховская проводила почти 10 лет. Была проведена большая серия экспериментов, которые многократно перепровели перед тем, как обнародовать результаты. Они феноменальны. Выявлены уникальные бактерицидные свойства, появляющиеся в воде от её освещения молитвой. Открыто новое, ранее неизвестное свойство Слова Божия преобразовывает структуру воды, значительно повышая её оптическую плотность в короткой ультрафиолетовой области спектра. Сама возможность этих исследований для Ангелины Малаховской и её коллег-петербургцев стала чудом. Они не финансировались, не входили в тематику НИИ. Но учёные выполнили огромнейший объём работ безвозмездно. Лишь для того, чтобы дать людям возможность ощутить и увидеть целительную силу Бога. Учёные проверили действия молитвы «Отче наш» на патогенные бактерии. Для исследования были взяты пробы воды из различных водоёмов, колоссов, рек и озёр. Во всех пробах содержалась кишечная палочка, золосистый стафилококк. Но оказалось, что если прочесть молитву «Отче наш», то количество вредных бактерий уменьшалось в 7, 10, 100 и даже тысячи раз. По условию эксперимента для исключения влияния возможного мысленного внушения, молитву читали и верующие, и неверующие люди. Однако число патогенных бактерий в разных средах с различными наборами бактерий всё равно уменьшалось по сравнению с контрольным образцом. Благотворное влияние молитвы на человека. У всех испытываемых стабилизировалось давление, улучшалось показатели крови. Удивительный тот факт, что показатели менялись точно требуемым для исцеления направлений. У гипотоников давление повышается, у гипертоников снижается. Учёные измерили оптическую плотность воды до и после молитвы и освещения. Выяснилось, что оптическая плотность по сравнению со своим исходным значением до освещения повышается, объясняет Ангелина Малаховская. Это означает, что вода как бы различает смысл произносимых над ней молитв, запоминает это воздействие и хранит его сколько угодно долго в виде увеличения значения оптической плотности. Она как бы насыщается светом. Человеческий глаз уловить это целительное свойство не может, но прибор спектограф даёт объективную оценку этого явления. Молитва изменяет оптическую плотность воды практически мгновенно. Оптическая плотность водопроводной воды, освещаемой в свершении над ней молитвы, обычным верующим повышается почти в полтора раза, а при освещении священником почти в два с половиной раза. Так что есть смысл священника домой приглашать периодически, да? Кормить, кормить и поить его, да? Чтобы священник помолился за вашу еду. Слава Богу за такие научные данные, да? Они укрепляют нас веру, и что мы не зря молимся перед едой регулярно. Сегодня я приглашаю, сегодня проповедует пастор церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова